Знаете, пока я сейчас шла по улице сюда до огорода, вот я уже почувствовала, что пришла весна. Птички поют. Птички поют уже по весеннему. И воздух такой, знаете, тёплый, весенний. И много снега в этом году. Была такая снежная зима. Смотрите, сейчас я пришла на огород. Здесь сугробы. Сугробы. Смотрите, сколько снега. Но вот я опять принесла сюда свои коврики почистить. У меня, знаете, такая обязанность. Я должна чистить коврики. Эти коврики мне подарили во Вриндаване, когда я жила во Шраме. Духовный учитель мне подарил эти коврики. Поэтому моя обязанность их за ними ухаживать, следить за ними. Чистить коврики. Это входит в мои обязанности непосредственно. Я как ученица, как жена, наверное, да, как друг верный, помощник, я должна выполнять свои обязанности. Чистить коврики. Потому что эти коврики мне подарил человек мой, мой хранитель, мой покровитель, можно сказать, который долгое время ухаживал за мной, заботился обо мне, который проводил со мной время и кормил меня, и кровь мне предоставил. Поэтому вот это от него эти коврики. Это духовный учитель. Ашрама. Ашрама. Махарадж. Адития Нанд его зовут. Адития Нанд. Махарадж. Махарадж переводится как «Великий Раджа». Маха – это значит «великий». Раджа – это значит «царь». Великий царь. Махарадж. И вот там я долгое время жила, в этом ашраме. Там как раз храм Дурги также находится. Прямо, который прилегает к этому ашраму, находится храм Дурги Деви. Дурга Деви – это божественная мать. У нее много имен. Это и Дурга, это и Катияни, это и Парвати, жена Шивы. И вот в этом ашраме практически, наверное, шесть лет я находилась в этом ашраме. Но я, конечно, с перерывами, с переездами. То есть по полгода я жила в этом ашраме. Проводила там целую зиму. А потом возвращалась обратно сюда, в Россию, потому что заканчивалась виза. И мне нужно было вернуться обратно. И пока что была возможность такая, видите, пока что меня опускали в Индию. Я летала туда, возвращалась обратно и прилетала сюда, в Россию, домой, в дом родительский, где я родилась, где провела свое детство, можно сказать, юность свою, с моими родителями. Но там тоже мой второй дом в Индии, во Вриндаване, в этом святом месте. Там тоже мой второй дом, ашрам Чинтамани называется. Это то место, где я провела тоже, можно сказать, свое детство. Можно сказать, там из меня, из ребенка, которым я туда приехала, первые вот эти моменты моего нахождения в этом ашраме, из меня сделали белого лебедя. И я стала взрослой девушкой, взрослой девушкой осознающей, да, осознанной. Именно там из меня сделали взрослую девушку, взрослого, можно сказать, человека. И я заново родилась. Знаете, получила второе рождение. И вот это рождение я получила именно в этом ашраме. Я заново родилась. За мной там, конечно, ухаживали и кормили меня просадом. И проводили я там, с ними праздники какие-то проходили. И я участвовала в этих праздниках, участвовала в жертвенных обрядах. И посещала там храм Кришна Баларам Мандир. Так мое произошло знакомство с этим храмом, с преданными, Господа Кришны, Господа Иштани Махапрабху, со Шрилой Прабхупадой, с преданными, с Вриндаваном. Я увидела Вриндаван по-новому, и Вриндаван для меня открылся. Я увидела, что он на самом деле красивый, он красивый, он живописный, он радостный, он счастливый, он гостеприимный в Вриндаван. И увидела его жителей, его жителей. Вот именно вот такая встреча моя произошла с этим. Благодаря этому человеку, этому Махараджу, я заново, можно сказать, по-другому стала смотреть на жизнь. И он научил многому меня. Он, можно сказать, сделал из меня человека. Он вернул меня к жизни. Но эта жизнь, она уже другая жизнь. Не такая, какая была у меня до того, как я приехала вообще во Вриндаван, в это святое место. Первый раз я приехала туда в 2013 году. Вот сколько прошло лет? Сейчас 2024. Больше 10 лет прошло. И я благодарна этому человеку, что он был в моей жизни. Что он чему-то меня научил. Что он оставил какой-то след в моей жизни, в моем сердце, в моей памяти. Я мысленно каждый раз возвращаюсь к нему и в это место прекраснейшее. В Вриндаван, в Ашрам Чентамане. Где меня холили, лилили, как с ребенком. Ходили за ручку со мной. Можно сказать, носили меня на руках, сдували пылинки. Падали ниц передо мной. Но я понимаю, что я, конечно, не заслуживаю такого отношения. Но, тем не менее, видите, Кришна, так как Кришна является хозяином Вриндавана, он позволил мне вступить на эту святую землю и жить там долгое время. И находиться там. И участвовать в играх Господа. И общаться с преданными Господа. С жителями Вриндавана. Их называют жители Вриндавана. Жители Вриндавана – это в Риджибасе. Их называют в Риджибасе. Это жители Вриндавана. И вот я общалась с жителями Вриндавана. Это тоже души, которые последнюю жизнь проживают уже. Это необычные души, необычные люди, воплощенные вот в этих телах, да, в материальных. Но которые проживают, говорят, что те, кто родился в Вриндаване, и те, кто там живет в Риджибасе, они проживают последнюю жизнь. Поэтому им нужно поклоняться этим людям. И им нужно служить этим людям. И ни в коем случае, конечно, их нельзя обижать. Их нельзя, с ними нельзя ругаться, с этими людьми. Вот, посмотрите, какой у нас здесь котярка пришел к нам соседский. Ой, котярка соседский пришел. Смотрите, вон он, вон он, киси-киси-киси. Соседский кот, он всегда приходит, когда я прихожу сюда, он всегда приходит меня встречать. Но тут еще рыжий у них кот, это соседский кот, у них еще тут рыжий кот есть. И черный еще у нас здесь кот. Вот, но черного я что-то не вижу у голька. Вот только, вот видите, ко мне, со мной приходит здороваться вот этот серенький котик. Как обычно всегда серенький котярка приходит здороваться. Но он домашний, видите, у него ошейник, домашний кот. Да, это домашний кот. Вот птички запели, видите. Сегодня солнышко, вот оно, солнышко. Солнечный день. Ну что, пошла я сейчас по своим делам, потому что время идет, но хотя уже день прибавился, но тем не менее надо спешить, торопиться делать дела и возвращаться уже домой. Послушайте пение птиц, как поют птицы. Вот уже капает здесь капель, я смотрю. Скоро снег будет таять. Какое сегодня? 18-е, да, по-моему, сегодня 18-е февраля. Все уже, вторая декада февраля, вторая, вторая половина. То есть уже, можно сказать, все, зима закончилась. Потому что 15-го было Сретенье, 15-го февраля, когда зима встретилась с весной. Но пока вот зима, видите, она не хочет уходить. Смотрите, сколько снега, какие сугробы в этом году. Прям можно сказать, рост человека сугробы. Вон они, какие сугробы. То есть в этом году, конечно, зима нас порадовала снежным. Снежная зима была, теплая достаточно. Но были какие-то морозы, но они были непродолжительные. В основном, в целом, зима была такая снежная, мягкая. Хорошая зима была в этом году. Что будем встречать весну? Готовятся к дачному сезону. Начинаются уже посадки. На рассаду уже можно доставать свои пакетики и сажать семечки, семена сажать. На рассаду, если у кого-то есть. Вот у меня перец, у меня томатики. Это всё на рассаду можно сажать рассадным методом. Так что сейчас, наверное, с понедельника уже начну перец сажать, сеять. Первый раз ещё нет опыта. На рассаду я ничего не сажала. В основном свёклу и морковь сажала только в землю. Прямым посевом. И кабачки. Нет у меня опыта сажать на рассаду семена. Вот первое сегодня, вот в этом году будет первый сезон, 24-й. Когда я буду сажать семена на рассаду. Не прямым посевом. Посмотрю, что получится. Вот сейчас начинаю с перцев. Потом томаты. Так, ну что же, пошла я заниматься своими делами. Сегодня у меня надо почистить коврики, сжечь мусор, как обычно накопленный за неделю. Ну, там чуть больше в этот раз у меня получилось. И отходы кухонные, как обычно, я вот там, под этим кустиком закапываю отходы в снег. Закапываю кухонные отходы свои. То есть я их не выбрасываю на помойку, в мусор. Я их сюда приношу. Удобряю землю. Ну, потом это же, в принципе, же стаит всё. Снег стаит. Снег – это же вода. Это его состояние, да. Лёд, снег – это же вода, в принципе. Поэтому стаит снег, и будет то же самое, что и было. И всё это пойдёт в почву в любом случае, никуда не пропадёт. Поэтому всем рекомендую закапывать отходы. Не выбрасывать в мусорный ящик, в мусорное ведро. Тем более уже не сливать это всё в унитаз, как многие делают. Да, в унитаз сливают какие-то отходы кухонные. Это уже совсем противоестественно. А вот приносить на огород, у кого тем более есть огороды, приносить и всё это утилизировать, удобрять. Ой, здесь уже, смотрите, капает снег. Удобрять землю. Так, ну всё. Так, а? Что-нибудь можете мне сказать? А что это за снеговик у вас? Вот смотрите, какие здесь снеговики у нас лепят в родниках наших. Вы откуда? Из родников. А как вас зовут? Ярослава Марина. Как? Ярослава Марина. Ярослава? Да. Ой, какое красивое имя. А сколько вам лет? Девять. Девять лет? Девять лет, девочки. А в каком классе вы учитесь? В третьем. В третьем классе. А в нашей школе, в Родниковской, в 32-й? Да. В Родниковской школе. Ну вот видите, какой замечательный снеговичок у неё получился. Вот красивенький. Только единственный глазик, да, отпал. А вот там вот что, шишка, да? Носик. Да. Носик, шишка. А глазики из чего делали? Ну, здесь конфетки в виде монетки. Вот я взяла обёртки и перебила как глазки. Обёртки от конфет. Да. Ну вот видите, какая девочка замечательная. То есть, ну, рукодельница, можно сказать, да? Да. На все руки мастер. Талант, талант. Так что давайте, развивайте свои таланты, лепите, творите. Спасибо вам за вашего снеговика. Как вы его назвали? Поющая артистка. Поющая артистка? Это девочка? Да. А где же волосы? Волосы в середине упали. Упали, да? Ну, были. Да? Из чего волосы были? Из веточек. Из веточек? Да. И ручки, я смотрю, вот там у него из веточек тоже, да? Да. Так вот я бы хотела, чтобы отправить. А где платьица? Юбочка? Это же девочка. Ну, не получилось, я бы сказал. Но много вариантов. Понятно. И красивый какой костюмчик у вас розового цвета. Он не розовый даже, он такой более оранжевый, наверное, шафрановый. Мой любимый цвет. Спасибо вам, Ярослава, за ваше интервью. Смотрите на ютюбе себя. Ну, извините, не Мирослава, а Мирослава. А, Мирослава. Да, Мирослава. До свидания, хорошего вам дня. Спасибо, и вам тоже. До свидания. Удачи вам. Отметок хороших. Учитесь хорошо. И продолжайте свое дело искусства, да, можно сказать. Развивайте таланты свои. Видите, вот подрастающее поколение. Мирослава 9 лет, девочка. Вот видите, какой снеговичок. Выходной день, сегодня воскресенье, девочка занимается трудом, да, трудом, общественно полезным. Так что, и чем, и я всем желаю вам тоже заниматься таким же общественным трудом, общеполезным. Радовать окружающих людей вас, да. Да. Так что. Вообще, я этого снеговика еще на прошлой неделе купила. На прошлой неделе. Сейчас я строю пещеру. Что? Сейчас я строю пещеру. Пещеру даже. А где она? Вот тут. Там же гроба в нем. Понятно, пещера, да. Но я не буду туда подниматься. Я уже, наверное, пойду. Ну, да, наверное. Уже не буду. В следующий раз тогда. Когда вы здесь бываете? Каждый день. Каждый день? Ну, я сюда по воскресеньям ухожу. Будете следующее воскресенье здесь? Стараюсь. Так что я вот отсюда выхожу и в это же время примерно. Я попробую здесь тропинку прочистить. Хорошо. И в следующий раз я еще ролик запишу с вашей пещерой. Покажете мне, какая у вас пещера получилась. И снеговику сделайте эти косички там или что, волосы. И юбочку желательно еще. Чтобы это было на девочку похоже. Закончите вашу работу. Видите, он у вас без глаз и с одним глазом. И волос нет. Палочки. Но такой, видно, счастливый, улыбается. Видите, жизнерадостный, я смотрю. Такой живой получился у вас снеговичок. Ну все, удачи вам. Пока-пока. И вам удачи. Спасибо вам. Будьте здоровы. И живите богато. И вам не пора. Спасибо. Пока-пока. До свидания. До свидания. Ну вот видите, подрастающее поколение. Трудом занимается, общественно полезно. Видите, как чистят снег. Люди работают. Замечательная погода сегодня. Прям не уходила бы отсюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Смевая какая-то. Ну правильно, правильно. Да, у вас такой же телефон, как у меня, кстати. Да. Самсунг, да? Да, Самсунг. А-51. А вот смотрите, у меня чуть не берет. Может куда-нибудь надо нажимать? А, вот сюда вот нажимаете. А, красная, да? Она идет? Да, вот видите. Он такой же, как у меня телефон. Видите? Да, да, да. Все, удачи вам. Спасибо, Иван. Спасибо вам. Спасибо, Иван. Хорошего дня. До свидания.